ну вот началось всех с новым годом привет всем сейчас я направляюсь посмотреть салюты уже не успеваю не знаю как у меня получится не получится в общем смотрите пока иду расскажу сейчас собирали вещи что-то мы переборщили с вещами вообще набрали всяких чаев там сладости всяких кремов чего мы только не насобирали вот извиняюсь за качество съемки но надеюсь что меня видно такое освещение на центральной улице вы видите что сейчас происходит здесь дождя нету видно было чуть-чуть дождик пока мы собирались ну подсохло сейчас уже все вот сейчас спешу на центральное место празднование искание салютов все-таки кто-то празднует ребята вот там вот бар оттуда доносится громкая музыка ребята здесь местные все-таки тоже празднуют новый год видите как громко звучит музыка иду сейчас своими семимильными шагами чтобы успеть 12 но в эту гавань где как сказали мне будет фейерверки от города не знаю там ни разу не был иду по навигатору maps me очень хорошее приложение оффлайн и я думаю что я все-таки постараюсь я думаю что я успею будет видно вот сигнавал там сегодня у финнов у одних они сказали что они тоже идут туда наверняка они уже все там потому что это пенсионеры практически по виду так сейчас я свернул на второстепенную улицу навигатор показывает самое ближнее как я могу дойти туда это вот этот вариант и поэтому я иду по этой улице так она плохо освещена в принципе век жаловаться нормально школа что ли какая-то или какое-то учреждение такое большое возможно даже по этой улице уже ходил эта школа на главной улице мимо меня ехала такси при посигналила поравнялась со мной приостановилась но я даже не обратил внимание я понял что он думает что я турист и хочет меня подвести побыстрее как бы потом дальше поехал так что здесь таксисты таким образом видят туриста хотят как-то подзаработать не тот у кого ноги больные или еще что-то я могу сам принципе дайте как навигатор есть у меня так что все нормально вот видите магазины до сих пор еще работают люди продают товары для всех пожилая вот полиция вот я не знаю почему полиция ездит когда у них вот видите красный синий сигнал сверху лампы светятся по какой причине это происходит вроде они никого не ловит не останавливают у нас это значит что машина которая перед полиции идет она должна остановиться здесь как я понимаю это не работает вот в этом магазине мы закупались тоже сегодня вот хороший магазинчик для местного населения самое то вот все готовятся все ждут уже празднуют осталось три минуты до нового года смотрите какая пробка все едут том направлении здесь может быть даже авария произошла может быть нет ну видите как много машин здесь создается пробка все спешат я так понимаю в том направлении сейчас мы успеем туда сейчас посмотрим в чем причина такого большого количества машин он люди даже пешеходному тротуару едут на мопедах чтобы успеть то самое главное зрелище все таки нет не вся турция не празднует новый год как я понимаю вот вы очевидцами становитесь событий как и я будем смотреть здесь парковка для мопедов тоже видите большая довольно таки вот уже местный залив и где-то здесь будет наверно шоу устраиваться буду идти по ощущению если люди сюда и значит это здесь есть спуск вот здесь уже украшено видно что украшен я уже не успел сейчас уже 00 начинается шоу начнется во всяком случае посмотрим чем это закончится эта камера лучше снимает поэтому буду снимать на нее здесь вот зажгли пейерверки везде а салюта все нету часах 00 но салюта это я так понимаю что не выглядят как городские по всему городу понемножку пускаю салюты как-то ну вот началось ну что всех с новым годом наступивших зажгли , , , , , , , , , ,, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, вот вы и стали свидетелями, как прошло празднование Нового года в городе Аланье, в Турции, на берегу Средиземного моря. Мне, в принципе, фейерверк понравился. Ну, как бы, я видел и получше фейерверки. Я думаю, что многие из вас видели и получше фейерверки. Как бы, не так сильно эмоционально, как, может быть, в наших странах это проходит. Меня, на самом деле, никто не поздравил. Я тоже особо никого не поздравил еще. Вот здесь такая главная улица. Здесь много всяких баров, как я понимаю. Водичка бежит и толпы народу. Здесь, я думаю, еще можно оставить немало денег, кто любит там выпить или еще что-то такое. Я думаю, на этом все и рассчитано здесь. Но меня это не интересует, поэтому я туда и не пойду. Многие сейчас, наверное, скажут, ну, что ты, мы хотели так посмотреть это. Но, на самом деле, я не очень, как бы, уверен, что там мне стоит быть. Отправляюсь сейчас домой. Жена все-таки за меня беспокоится, переживает, осталась в отеле. Поэтому я буду сейчас идти домой, потому что завтра утром уже надо будет дособирать вещи и уже отправляться в аэропорт. Вот. Так что, такие дела. Спасибо всем, кто посмотрел вместе со мной. Это новогоднее фаер-шоу, я не знаю, как его назвать, фейерверки. Вот. И пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу Нового года в Аланье. Попытался передать все, что я увидел. На улицах очень много таксистов. Иду в обратную сторону уже. Очень много таксистов. Видно, для них это самый заработок сейчас. Возить туристов и клиентов просто в Пуаланье. Самое заработное время для них. Видите, как машина ставит даже не пройти здесь, не разойтись. Вот здесь придется идти мне. Вот. Кто-то свистит. Мы идем домой. Видите, люди тоже возвращаются уже домой. То есть, кто хочет зрелищ, тот остался там на берегу. Я вам показал улицу эту. А кто уже, может быть, спешит домой отдохнуть. Может быть, у них рабочий день завтра начнется. Я не знаю. Скорее всего, особо здесь не отмечают. То есть, это не праздничный день. Следующий день после 31 декабря. Я так думаю. Кто, может быть, знает лучше меня, напишите в комментариях. Вот, если обычный рабочий день завтра, значит, все завтра снова выйдут на работу. Поэтому люди идут по домам побыстрее. Видите, работают до сих пор. Варечки, сувенирчики здесь продаются. Всякое такое. У меня такое подозрение, что многие продавцы прямо живут в этих магазинах. Мы тут заходили в один магазин. И там человек вышел. Видно, что он спал вообще. Там такие у них закутки всякие. Всякое такое, знаете, там лабиринты какие-то. И продавец реально вышел такой, переоделся. Вышел к нам. Как бы на работу, можно сказать. Из самых закутков этих магазинов. Там такие лабиринты у них. Вот. Поэтому я предполагаю, что некоторые продавцы здесь прямо живут в этих магазинчиках. Поэтому эти магазинчики работают чуть ли не круглосуточно, мне кажется. Хотя, может быть, этот магазин скоро закроется, который только что проходил. Как бы, ну, это мои версии, мои догадки. Я не могу утверждать это 100%. Видите, школа открыта почему-то. Еще я сейчас проанализировал сегодняшний вот этот вечер. Когда я успел все-таки, ну, эту ночь, когда я успел на фейерверке. Я думал, что я все-таки, честно говоря, не успею. Но я был там практически минуту в минуту на том месте, на самом правильном, как мне кажется. Откуда очень хорошо открывался вид на салюты. Не знаю, как эта камера Sony передала. Если что, я снимал еще на телефон. И если что, придется вставить кадры с телефона. Я старался снимать статичную картинку более-менее. Поэтому я думаю, что вы в любом случае увидите салюты, которые я заснял. Еще раз хочу вам показать это место, этот бар, который я так вижу. Они отжигают, ребята, там по полной. Музыка звучит живая. Там пляшут прямо внутри. То есть это единственное место такое, самое живое здесь пока, которое я походу нашел. Прямо там зажигают они. Я думаю, что это показатель, как Турция празднует Новый год. Пока что он старался снять интересные моменты. Что вы думаете по этому поводу? Ну ладно, на этом все. До следующего видео уже, видите, даже такси мне предлагают. Все, пока.